Субтитры создавал DimaTorzok Я скажу, что я всегда готов, но решение не за мной. У меня есть мой менеджер, который принимает. Субтитры создавал DimaTorzok Я не боюсь никого. Я в твоем голове! Я в твоем голове! Бред, бред, бред! У меня твоя радость, я выбрал сегодня бой. Ты вот сейчас на голове нету. И планов нету. Все, давай, давай, давай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Привет, привет, Рустам! Познакомься! Ну что, дорогие друзья, меня зовут Александр Метаморфоза. Я ведущий лиги R3, Ливенной битвы 3. У нас уже третья битва. Мы снова здесь. Отборочный турнир. Еще отборы проводим. Да. И, кстати, у нас следующий турнир. Хочу напомнить всем нашим подписчикам, что у нас пройдет где? В Москве. В городе Москве. Ждите, Москва, ждите. Следующий турнир будет в Москве. Следующий будет в Москве. Так что всех ждем в городе Москве. А спортсменам мы хотим, чтобы они показали зрелищные бои. Вот. Ну и перед тем, как мы начнем, я хотел бы представить... Да, познакомься с судейским составом. Судейским составом. Тот, кто присутствует сегодня. Кто непосредственно принимал участие в организации данного мероприятия. Ну что, я хочу представить, у нас сегодня будет судейская коллегия Северо-Западной лиги боевого самбо. Вот. И хочу представить главного судью этого турнира Михеев Игорь Евгеньевич. Ваши аплодисменты. Боковым судью этого турнира станет Грибков Евгений. Ваши аплодисменты. И наш бессменный рефери Владимир Балала. Ваши аплодисменты. Данное мероприятие у нас будет комментировать Шулдяков Александр. Также очень большой вклад в организацию данного турнира, в ведение этой лиги. Хочу представить вам исполнительного директора. Мурадуллаев Абдулло. Матчмейкеры данной организации, которые составляли этот безумно крутой карт. Орлов Александр и Надер Эргашев. Вице-президент Лиги Р-3 Хаджаев Нажмудин, мой дорогой друг. А также хочу представить вам создателя, основателя и президента Лиги Р-3. Рустам Рахманова. Ваши аплодисменты. Александр Метамарфоза. Ну что, также принимали участие очень много людей, кто остался за кадром. Это очень большой состав. Мы также хотим выразить им большую благодарность, большую поддержку. Мы уверены, что наша организация будет расти, развиваться. И очень много будет интересных личностей. Ну что, дорогие друзья, вас ждет безумный карт. Главный бой. И очень много хайповых боев сегодня будет. Ну что, я думаю, что мы не будем откладывать это в дальний ящик. Не будем тянуть. Давай начнем. И будем начнем. Ну что, Львиная битва 3. Лига Р-3 Fighting Champions. Мы начинаем! Ну что, мы двигаемся дальше. У нас следующая пара весовой категории 57 килограмм. Из красного угла приглашается БС Узбекистана. Встречайте Ферузбек Гуламжана. САКТОРА ДОВДЫ САКТОМ Третья пара сегодняшнего отборочного этапа «Львиной битвы». Ферузбек Гулумжонов из Узбекистана, 18-летний парень из города Фергана. Писовая категория пока что все еще 157 килограмм, рост 168 сантиметров. Напомню, что в отборе главное не только еще победить, а победить нужно красиво, нужно запомниться зрителям, организаторам, и тогда вы получите шанс попасть в гран-при. Сидио, но приглашается у вас соперник также из Узбекистана. Встречайте! Сахим Чон Алмаса! Сахим Чон Алмаса! Сахим Чон Алмаса! Сахим Чон Алмаса! добрый, отзывчивый парень, все, что ты не говоришь, он делает там, выполняет все четко в задании, старается, по крайней мере, не отставать от своих друзей, напарников, как говорится, там, спаринг-партнеров. Несмотря на то, что он там в тяжелой работе работает, в стройке, да, там все парни там работяги работают, зарабатывает, по крайней мере, старается вовремя быть на тренировке. Если он опаздывает, звонит, говорит, что там сегодня не получается по той-то причине, там, ну, то есть, отпрашивается у меня, так говорится, и в следующей тренировке старается наверстать. У него, и я хочу отметить, что там у каждого бойца нашего, там, все соперники подобраны по силе, по опыту, примерно одинаковы, я думаю, что это будет, это нам даст хорошие конкурентные бои, и я надеюсь, и будем стараться, что Сохов Джон победит по воле Всевышнего. Проект «Поп ММА» номер один в Узбекистане, и задача здесь именно дать людям шоу, дать людям новых талантов, новых звезд открыть. Поэтому парням нужно не просто выходить, там, стараться как-то 3 по 5, отработать, выиграть по баллам. Нет, они вот здесь все заряжены на то, чтобы выигрывать досрочно, выигрывать красиво. Да, в какое-то шоу зрителям, как, к примеру, вот у нас сейчас предыдущие ребята, когда дрались, то Захид Талиев вышел в балаклаве, теперь это его стигмат, как бы это будет с ним ассоциироваться, и уже парень запомнился не только тем, что он красиво быстро выиграл, но и тем, что он сделал себе образ. Это правильный, абсолютно профессиональный подход. Именно так и зажигаются будущие звезды, благодаря таким турнирам и такому подходу. Видимо, что Алмосов у нас с Сахиджон, это снова ученик Бека Исакова. Значит, мы ожидаем серьезную работу в стойке от этого парня. Итак, дорогие друзья, представляю вам бойцов данной пары. Справа от меня боец представляет Узбекистан, город Верганар. Его возраст 18 лет, рост 168 сантиметров. Встречайте, Вер Узбек Гуламшонов. А слева от меня боец из синего угла, он представляет также Узбекистан из города Самаркан. Его возраст 21 год, рост 165 сантиметров. Приветствуйте, Сахиджон Алмосов, референт в актогоне Владимир Палах. Бойцы на середину, пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, право не нарушаем. Головой не бьем вообще. В затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленями допускается работа, только в стойке в голову. Заседки 30 шорта не хватает. Внимательно, 30 секунд работаем партию. Покажите красивый бой. Покажите красивый бой. Покажите красивый бой. Итак, сейчас начнется поединок между Ферузбеком Гуламжоновым и Сахиджоном Алмосовым. Львиная битва, третий отборочный этап. Выжидающую такую позицию занял Сахиджон. Попытка нанести лоу-кик. Ферузбек старается подобраться к своему оппоненту. Еще один лоу. Поджимает к сетке сейчас Сахиджон своего оппонента, но дает ему выйти. Идет вперед, но очень размашисто. Зацепился в клинч. Начинается у нас борьба. И вот уже Гуламжонов зажал своего оппонента у клетки. Пытался провести бросок. Дается ему завалить оппонента на канвас. Тут же Сахиджон выкручивается, чтобы не отдать спину. Забирает оппонента в гард. Пытается выйти на болевой. Очень нужно будет сейчас осторожно Ферузбеку. Здорово атакует Сахиджон снизу. Пытается постоянно на треугольник закинуть. Или на треугольник, или на армбар. Ферузбек это чувствует. Очень динамичная борьба сейчас идет в партере. Наносит несколько ударов Гуламжонов. И Ланюр Балала возвращает бойцов в стойку. Напомню, что у нас время в партере ограничено. Сделано это для того, чтобы было больше динамики, больше зрелищности. Больше красивых поединков. Чтобы бойцы не выматывались в борьбе. И показывали все, на что они способны. Попытка нанести удар с разворота. И идет опять у нас в борьбу Сахиджон. Сейчас ему удается перевести в партер своего оппонента. Работает он из гарда Ферузбека. Наносит несколько ударов по корпусу. А вот закинул сейчас на треугольник Ферузбек. Допустил ошибку Сахиджон. Сейчас для него очень тяжелая ситуация. Ему нужно выкручиваться. Гуламжонов четко-четко сейчас подбирается к этому капкану. Пытается, пытается Сахиджон вырваться, но опять у нас время партера истекло. Здесь, в принципе, есть возможность перетерпеть. Можно не вырываться. Если чувствуешь себя уверенно, то можно, в принципе, подождать, и судья поднимет. Очень аккуратно к своему оппоненту Алмосову все время подходит, подбирается. Он не прыгает, не работает в челноке. Он прям подходит, подходит, вот так пытается вцепиться. Но он сейчас вот ошибся. Отдал шею. И может сейчас гильотина пройти. Захват-то жесткий. Ноги только не зафиксировал сейчас Ферузбек. Стоп! Время! Стой-ка! В общее время. Закончен. Напоминаю вам, дорогие друзья, что смотрите вы Львиную битву. Третий отборочный этап. Впереди еще четвертый. И у вас есть шанс. Так же, как вот эти парни, выйти в клетку. Занять их место. Проявить себя. Для этого нужно послать свое резюме. Все ссылки в описании. И, возможно, вас пригласят на просмотр. А потом вы получите шанс выступить в Москве на четвертом отборочном этапе. Начинается он второй раунд. Ферузбек Голумжонов против Алмосова Сахибжона. Снова такое вот неторопливое начало. Осторожно. Хороший мидл пробивает сейчас Алмосов. Но Ферузбек лучше себя явно чувствует в борьбе. В клинче сейчас он пытается снова завалить своего оппонента. Пытается баланс выдержать. Джон пытался зацепом сам перевести оппонента. Приезжает он к сетке. К активности призывает сейчас Владимир Балала обоих бойцов. Ногу-ногу своего оппонента ищет Ферузбек. Удается ему провести тейкдаун. Наносит удар. Но сразу же Сахибжон увидел, как и в первом раунде он пытается набросить треугольник. Нужно очень быть Ферузбеку осторожным. Один раз он уже допустил эту ошибку. Видимо, эта коронка снова пропускается сейчас на треугольник. Есть несколько секунд у Сахибжона для того, чтобы вырвать победу здесь и сейчас. Ферузбек старается выдержать эту атаку. Опять заканчивается время, отведенное на партер. Поднимает Владимир Балала бойцов в стойку. И бой продолжается. Снова Сахибжон такой крадущейся походкой. Продвигает своего оппонента, получает удар на встречу. Сам наносит ответ. Хороший удар ногой в голову у нас от Ферузбека. Но не акцентированно. Еще раз пытается повторить это действие. А вот удар с разворота. Корпус прошел очень жесткий. Но не потрясен. Алмосов продолжает он свое движение. Компонент неторопливое, но неотвратимое. Опять зажимает его в углу. Пытается пройти в ноги. Даев сделает тейкдаун, но отдает шею. И вот сейчас опять плотный захват на гильотину. Старается, старается выжать и вырваться сейчас Сахибжон. Это ему удается. Уже опасности нет. Сейчас нужно самому накатить. Да, с ударами он переходит в атаку. Накрывает своего оппонента. Зарабатывает баллы на судейских записках. Классный бой, дорогие друзья. Пока не сложно кому-то отдать предпочтение. Реально шансы пока есть у того и у другого. И оба пытаются выложиться. Видно, что ребята молодые. Что еще опыта таких серьезных боев не было. Но бьются от души. Стараются, прям заряжены. Все силы вкладывают в каждое действие. Большой шанс для них проявить себя. Слоу-киком пытался сейчас Сахибжон переходить в атаку. Уже и Ферузбек не так подвижен. Получает он удар. Два попытка снова провести уши. Второй раунд завершился второй раунд. И морально, и тактически. Что-то ему советуют. Что-то может быть поменять стоит. За качественный перерыв. Бойцы готовы? Третий раунд. Бой! Итак, третий решающий раунд. Поединка между Голумжоновым Ферузбеком и Алмосовым Сахибжоном. Кому же улыбнется удача? Мощнейший удар наносит Сахибжон. Надо развивать атаку, но пытается ему Ферузбек отвечать. Вот это было прям акцентировано и точно. Снова опять на уширу на свою полагается Ферузбек. Видимо, это у него короночка. И во втором раунде она, в принципе, прошла. В размен такими размашистыми ударами сейчас пытается Сахибжон своего оппонента затащить. Абсолютно никакой вообще защиты нет. Руки низко опущенные. И вот он наносит удар вот такие размашистые. Как оплеухами буквально бьет. Хороший удар в корпус останавливающий. Просвистел сейчас над головой нога у Ферузбека. Вовремя уклонился. Еще попытка нанести один миддл. Лоу-хиком подшибает своего оппонента. Идет вперед. Еще один миддл. Клинч. Бросок от Сахибжона. Пытается развить. Развить свой успех. Наносит несколько мощных ударов. Ферузбек старается его отбросить или повязать в гард. Сбрасывает ноги Сахибжон. Обходит защиту своего оппонента. Наносит еще один удар. Пытается шею сейчас забрать. На самом деле тут просто времени не хватит. Мне кажется задушить оппонента. Можно было работать и бить дальше. Поскольку это бы получалось. Все. Да, как вы видите. Вот Владимир Балала возвращает бойцов в стойку. Очень мало времени дается на работу в партере. Для того, чтобы придать больше динамики. Как я уже говорил. Так. И видимо нужно врачебную помощь оказать. Небольшая пауза, дорогие друзья. Будет оказана врачебная помощь Ферузбеку. Сегодня у нас и врач, и боковой судья Евгений Грибков. Опытнейший специалист в обеих сферах. Перевод в партер. Все у нас в порядке продолжает. Бой! Фиксовую мальчику подходит этот бой. Мощный удар проходит на Сахибжон. Еще один. Пытается коленом пробить. Ферузбек уже так потрясен. Отбивается. Как может еще два удара на его настигают. Мощный удар в голову ногой. Нажимает свой оппонент. Это Сахибжон пронута коленом. Но Ферузбек выдерживает все эти удары. Пытается пройти в ноги. Отчаянная атака такая должна была от него. Но хорошо сейчас Алмосов стоит на ногах. Использует сетку для того, чтобы придержаться. И до ошибки допускает, мне кажется, уже финальную Ферузбек. Пытался он подсад провести, но завалил просто оппонента на себя. Бал уходит сейчас Сахибжон. Он еще и в отличной доминирующей позиции. Начинает добивать своего оппонента. Титон в маунте. Одна из рук отключена. Ферузбек отчаянно защищается. Пытается скрутиться, вылезти из-под оппонента. Молодец, не сдается. На львиной битве нужно демонстрировать львяное сердце. Но все. Владимир Балала останавливает бой. И Сахибжон Алмосов все-таки выигрывает техническим нокаутом. Классный бой. Хорошая победа. Оба парня большие молодцы. Проявили характер. Показали всю свою технику, подготовку. Мы поздравляем с Сахибжона Алмосова, бойца из Самараканда, с победой на третьем отборочном этапе львиной битвы. Ну что, дорогие друзья, в этом очень крутом, поистине, бескомпромиссном и кровавом бою Победу одержал боец из Узбекистана, синий угол Сахибжон Алмосов! Сахибжон, ну что, мои искренние поздравления. Я отдышусь чуть-чуть. Ну что, расскажи вообще свои впечатления, какой был план на бой. И можешь привет передать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я им говорю, да, мы ищем таланты. Вот мы даем новичкам шансы. Выходите, выступите, посмотрим. Если вы нормально, идете дальше. Ищем таланты. Если есть, обратитесь. Алло, ищем таланты. Телфон номер в экране. Ну что, дорогие друзья, а мы тем самым двигаемся дальше. И следующая пара у нас весовой категории до 61 килограмма. Из красного угла. Встречайте, боец из Узбекистана, Шагбос Эссенов. Когда я сильную к São Петербургу, я была в Сан-Петербурге. Когда я в Мерседурге и в Инстаграм, я подавивался к чёрдилу и туда traху тарану. В Туэнровке я удачу, в Катышине первые турниры и не указали. В Катышине и Катышине, я называла Туэнші. В Туэнровке я сказал, что я сыты. В Янтышинской третьей турнир я удачу на меня. Я сыты в Туэнровке, я был в Туэнер. Они стараются тренировые приемы к укопации. Они помнят палиться в розбайке в конкурсе на машине Ониlongaluи мне дела В 2010-2015 году мы с一些 иной вiyoruz в Тэквон до ВИТФЛО à НМ 쏟алась Мне нужно удачи и определиться к этому. Sometimes мне удошлись с нашими людьми и округами. В Санкт-Петербург, в городе, мы находимся в помещении места и в местном городе. И мы работаем на работе, у нас с шевером околы. И работаем на этот час. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дорогие друзья, сейчас нас ждет первая международная схватка. В этом отборочном этапе первым в клетку выйдет Шахбос Асанов, боец из Узбекистана, город Самарканд. 20 лет ему, 61 килограмм рост, 170 сантиметров вес. И, как заметил Рустав Раклонов, мы ищем таланты. Может быть, именно вы будете готовы выйти в клетку на четвертом отборочном этапе. Вся необходимая информация будет под этим видео в описании. Дерзайте, проходите отбор, выходите на нашу арену. На деле доказывайте свой уровень, свой класс и свои притязания. Может быть, именно вы станете чемпионом львиной битвы и будете дальше выступать в профессиональном ММА. А из синего угла приглашается его соперник, представляющий Таджикистан. Встречайте, Абдугали Хайдаров! Встречайте, Абдугали Хайдаров, Таджикистан. Хайдаров 25,61 килограмм. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Также хочу сказать, дорогие друзья, что Рустам Рахмонов, помимо того, что проводит в Петербурге эти соревнования, он еще и в скором времени откроет большой мощный тренировочный зал, в котором будет также воспитывать талантливых бойцов. Такая своеобразная будет академия для бойцов львиной битвы. Дима Торзок Справа от меня боясь из красного угла, он из города Самаркан, Узбекистан. Его возраст 20 лет Рост 170 сантиметров Приветствуйте! Шахмост Эсана! А слева для боя из синего угла. Он из города Кубодион. Кубодион. Таджикистан. Возраст 25 лет, рост 165 сантиметров. Приветствуйте! Абдугани Хайдара! Итак, рейферим от того, я Владимир Бала. Айсана Селичина, пожале руки. Внимательно слушаем мои команды, право не нарушаем. Головой не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову, не работаем. Коленями в голову, допускается работать только в стойку. Засетки, перчатки, шорта не хватаем. Бартери, работаем 30 секунд. Покажите красивый бой. Огла! Огла! И сейчас начнется у нас поединок. Шахмост Эсанов из Узбекистана против Абдугани Хайдарова из Таджикистана. Начинается поединок. Шарбо занимает центр арены. Наносит лоу. Абдугани отвечает хайкиком. Пока что все по защите. Пытался сейчас выцелить прямым Абдугани. Начинается обмен одиночными ударами. Мощный, хороший прямой проходит от Хайдарова. И Эсанов наносит мощнейший удар. Обрушив своего оппонента, пытается его добить. И все, дорогие друзья. Лайдер Балала вмешивается в схватку. Один мощный удар решил весь ход этого поединка на первых же минутах. Потрясен Абдугани Хайдаров. Ну что ж, бой есть, бой. Пропустил удар. Итак, в этом бою нокаутом победу одерживает боя из красного угла Шарбоуз Исанову Пушбекистан. Поздравляем Шарбоуза Исанову с победой. Абдугани Хайдарову нужно делать выводы. Абдугани, ты как себя чувствуешь? Нормально? Слушай, ну ты молодец. Поделись своими впечатлениями. Передай привет, скажи, чего не хватило. Абдугани Хайдарову Абдугани Хайдарову Абдугани Хайдарову Поку. Абдугани Хайдарову Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Удачи! Субтитры делал DimaTorzok Так что, друзья, всех вас люблю! ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 шота не хватает. 30 секунд партнер работаем. Покажите красивый бой. Молодец. Это любимая битва. Три. Итак, Широлеев до Нью-Йорк против Кулдашева Камаледина и Камаледин уже один раунд проиграл. Из-за несоответствия весовой категории ему предъявлена желтая карточка. Посмотрим, как это повлияет на его тактику. Сразу же наносит на жесткий лоу-кик внутренний. Еще один внутренний лоу. Но нарывается сейчас он на мощный удар. Пытался внешне пробить. Ждал его до Нью-Йорк. Сразу же пробил навстречу. Миддл кик по защите. Далекий проход в ноги. Нарывается он сейчас на клинч, на колени. Но так пытается сконтрить и получается у него. Сейчас он еще и мог в маунт залезть. Молодец, что Данью-Йорк вырвался. Пытается, пытается он сейчас стейкдаун сделать, чтобы очки заработать. Достаточно опасно шею отдает на этой борьбе. Кулдашев старается удержаться на ногах. Да, этому удается. Пока что срисуется такой план, что Кулдашев пытается разбивать своего оппонента лоу-киками. Собственно, сейчас это было. Опять он нарвался на удар навстречу, но не растерялся. Перешел в ноги. Завалил в партер своего оппонента. Тут же пытается пройти его гард. Мешает ему в этом сетка. Но получается, получается, боковой контроль на Северюк пошел, похоже. Неужели будет душить? Голос у оппонента зафиксировал. Там никуда не вырваться, но у Душащего здесь нет какого-то. Показывает Данью-Йорк, что все в порядке. Хорошая была позиция у Кулдашева для развития атаки, но решил он просто своего противника немного поддержать в партере. Чтоб тот не слишком ярост нарвался в битву. Поединок смотрится. Поединок хороший, динамичный. Парни бьют жестко. Клинч борцовский. Сейчас Кумалидин так заталкивает своего оппонента в сетку. Будет пытаться повалить. Данью это прекрасно понял. Развернул Кумалидина. Сейчас если голову вырвет, то может еще и за спину зайти, но пытается его прямо здесь сейчас задушить Кумалидин. Импровизированным бульдогчоком. А вот это уже опасно очень для Данью-Йора. Проверил Владимир Балала, не уснул ли оппонент. А пока все в порядке, дышит. Знаете, Кумалидин очень здорово выходит на вот эти все позиции, но нет именно завершающего какого-то момента. То есть именно что в север-юге, что сейчас в этом удушающем. У нас в горячке боя бойцы даже не поняли, что раунд завершен. Вот мне, правда, секунда, тут целый рисунок на бое, прям показывает, как нужно Кумалидину сейчас будет атаковать. Одними советами он не ограничился, решил наглядно продемонстрировать все удары, которые нужно нанести. Готов сам, такое ощущение, вырваться в эту клетку. И нас ждет второй раунд. Даниэр Широлеев против Кумалидина Кулдашева. Забыли Капу, но это тоже так все по горячности немножечко, по неопытности. От большого желания как можно скорее ворваться в схватку, проявить себя. И начинается он второй раунд. Кумалидин сразу же идет вперед с ударами. Зажимает своего оппонента в клинч. Одну ногу зафиксировал, подсек. Пытается вторую высечь. Забирает спину. Вот такого же удушающей стойки мы видели с вами в одном из предыдущих поединков. Возможно, что Кумалидин пытался его провести, но Широлеев здорово вырвался. Сейчас он сверху. Правда, его шея захвачена в тиски Кумалидином. Развить он успех не может, но в то же время не дает развить успех своему оппоненту. Какая обоюдная патовая ситуация. И Владимир Балала поднимает оппонента в стойку. С такой закидуху пытался неподготовленный Кумалидин сейчас пробить. Но это была скорее такая прелюдия именно к борцовской атаке. Начинает он снова расстаскивать своего оппонента. Сейчас вот отдает спину. Увлекся борьбой Кумалидин. Это не Юра его. Дождался. Сейчас вот Кулдашев хотел бросить и за сетку схватился до Нью-Йор. Надо повнимательнее быть рефери. Пресекать такие попытки, поскольку мог сейчас быть хороший амплитудный бросок. Опять у нас на бульдокчевок пытается сейчас Кулдашев захватить своего оппонента. Под себя его зажимает. Жестко фиксирует голову. Но сейчас вот шанс есть хороший для него завершить эту схватку. Удается, удается до Нью-Йору выжить. Вырваться наносит несколько жестких ударов по голове оппонента. И сейчас для него шанс завершить этот бой техническим нокаутом. Малидин отчаянно пытается вырваться. И снова у нас время, отведенное на борьбу в партере, заканчивается. А вот у нас секунданты призывают и бойца поджёстче драться, и зрителей поддержать. Придать энергию обоим бойцам, чтобы бой пошёл ещё веселее. Но он и так динамичный, и так крутой. Малидин такое чувство, что немного подустал. Очень у него размашистые, такие дальнобойные атаки стали вместо того, что он раньше делал. Всё с размаху, всё издалека. И это на пользу ему не идёт. Даниэр это всё видит. Второй раунд завершён. Сейчас нас ждёт третий решающий раунд. Должны полностью выложиться оба оппонента для того, чтобы добыть победу в этом бою. Демонстрируют уважительное спортивное поведение, правильно. Это очень хорошо. Хороший пример для всех. Тут же мощный удар в корпус. Два удара от Даниэра. Похоже, решил он третий раунд жёстко прибрать к своим рукам. А то и нокаутирует своего оппонента. Кстати, ещё не будем забывать, что у Кулдашева это жёлтая карточка. И вот это его преимущество в первом раунде, оно нивелировано полностью ею. Так что у Даниэра все шансы сейчас бой в свою пользу легко склонить. Если устал Кулдашев. Вот, на сильный удар у него сил хватило. Ещё один такой может уронить своего оппонента. Рывётся в борьбу Камаледин. Опять вот начинает загибать так своего оппонента в Канвасу. Просто он силищий. Бросок. Но упустил ситуацию Камаледин. Однако, на гильотину поймал он сейчас Даниэра. Тот покажет, что всё в порядке. Будет ждать 30 секунд. Ну, Камаледину, конечно, надо было бы вложиться в этот удушающий приём. Но, видимо, уже сил действительно нету. Просто третий раунд. В первом-втором он весь свой боезапас отдал. Сейчас уже просто на моральной волевых борется и бьётся. Ширалеев чувствует это. Мощный хайкик. Но, как скала стоит Кулдашев. Пытается отвечать. Дар коленом в прыжке. Даниэр пытается развить успех. Уже и сил на бросок даже не хватает сейчас у Кулдашева. Позволил Даниэр себя завалить. Есть шанс на гильотину, но он не пытается даже бороться, чтобы руки не забились, не отдавать силы. У него всё хорошо получается в стойке. Он это прекрасно понимает. Он прекрасно понимает, что соперник устал. Читает он его. Ещё один хайкик проходит. Но снова Камаледин устоял. Однако, конечно, такие пропущенные удары явно на пользу ему не идут. Мощный бэкфист наносит. И всё равно Камаледин устоял. Ещё один удар в бороду прям. Уже на выбор бьёт Даниэр. Как Камаледин удерживается, непонятно просто. Удар это мощнейший проходит. Прям жёсткий от Даниэра. Я, конечно, он даже немножко удивлён стойкостью своего оппонента. Два хайкика, бэкфист, апперкот. Всё это без защиты пролетело. Да, вот это бой, дорогие друзья. Кулдашев забрал первый раунд, но напомню, что была жёлтая карточка. Второй раунд был более-менее равный. Третий, конечно, в одну калитку сейчас Даниэр вырвал. И был близок к тому, чтобы нокаутировать своего оппонента. Только вот эта железная выдержка Кулдашева позволила ему устоять. Шикарный бой. Пока что один из лучших за сегодняшний вечер, на мой взгляд. И парни большие молодцы. Вот действительно показали себя во всей красе. Как того и хотел бы Рустам Рахманов, когда задумал этот пресс. Итак, в этом бою, по истечению трёх раундов, судейским решением победу одержал боец из красного угла, Даниэр Шаралиев. Красивая, заслуженная победа Даниэра Шаралиева. И благодарим Камальдина Кулдашева за отличный бой. Камальдин, не уходи. А, врач. Доню. Соперник Ахаде. Соперник перевесит. Сначала дайте мне до конца высказаться. У меня очень много слов. Ну, соперник нормальный бацан. Как сказать, чуть-чуть его вес я почувствовал во время партера. Он же не согнал, а я согнал 13 килограммов. Это вам не за зайцем лопатой бегать просто так. Хочу сказать организаторам спасибо Нажмидзин Хаджаеву, Нодире Иргашеву, Метаморфоза, Рустам Рахмонов, наш узбекский Дана Уайт, если честно сказать. Спасибо моему спонсору. Подписывайтесь на его телеграм-группу Авиакасса Шахтревел. Он мой лучший друг. Благодаря ему я в ММА. А то я до сих пор занимался боксом в Узбекистане под руководством Комильжон Шкурова. А также хочу большое спасибо сказать нашему старшему брату Бека, Савакан Файтерс, а еще моему клубу Пересвет 47. Наш директор Александр Копцаев. Мамочка, я тебя люблю. Благодаря маме я в Санкт-Петербурге. Всем спасибо. В следующем турнире я бы хотел подраться с Константином Чередниковым, мне без разницы мимо на голых кулаках или бокс на голых кулаках. Чисто спортивный интерес. Я его тренера уважаю, наш бизнес-хозяев, и то, что он делает в этом спорте далеко не каждый может делать. Костя, выходи. Что скажешь? Я как боец скажу, что я всегда готов, но решение не за мной. У меня есть мой менеджер, который принимает. А так базару нет. Хорошо. Хороший бой. Если захотят обе стороны, мы это сделаем. Без вопросов. То, что хотел, получил. Если что, мы организуем этот бой. Кристина, привет! Ну что, узбекский, да, давайте. Готов оголиться у черепа. Что вы будете, так сказать, в теме. Ассаламу алейкум. Мен Кучкарып Шхуравп Ширалиевич. Арс Дентал многопрофильный медицинский центр клиника ассоции. Безда стоматология, хирургия, урология, терапия, кастеронтология, кардиология, лор, гинекология, неврология, бөлімлары, уз фаулиятыны иритмақтар. Шынэндек, бізді, кон тахлалары, сидик тахлалары, МРТ, КТ, ЭКГ, ва узи диагностикалары, маўжуд. Біздің стимауи тармақларымызге обына бөлін. Асосан, инстаграм сахифамызда, хат хафтада, Бармаратовы, Джонли Эфир орқалы, өзіңізіне қызықтырген савалары кізге, мұтақасыст тамауындан, бей бөл, жавоб, олышынгіз мүмкін. Қолген барча малыматлар неесе, біздің интернет сахифамыз орқағы, біліп, олышынгіз мүмкін. Ха, әткенші, әткенші, березе, әткентең әткенші, әткенсе, әткенші үм. Ӓз әкенде үм. Тұрп әткенші, әткентере, әткенші, әткенеш үм. Дәден Юрдекш constitutesomics essere! Дәден Юрдекшін үрм. Такой да, Ол әткен marryんだ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я боец смешанного стиля ММА и также по совместителю тренер Мои ученики уже и бьются на высоких аренах Также и молодежь воспитывают детей, подростков и взрослых Хочу сказать, что нам поступило предложение от Рустама Архмонова Чтобы мои ученики выступили Шаматов Дони Орбек Парень занимается недолго у меня Три-четыре месяца, вот четвертый месяц посел Но, несмотря на это, очень хороший парень, трудяга Он пришел, если я не ошибаюсь, вольного стиля У него вольная борьба была до меня Сейчас основываем... Он из левша Я думаю, что левши очень неудобные бойцы Для любого стиля бойца Пусть он будет ударник, борец Там все равно у него стойка другая будет Поэтому пацан очень быстро выхватывает Старается не отставать Дисциплинированно Тоже хороший боец Растет Надеемся тоже благополучно выступить Выграет И этот боец отличается с тем, что у него очень сильная функционалка Работает над собой И я не знаю, вот я еще и ранее говорил У него в носу есть очень сильная Ну, так как борец, как Хабиб говорил, он может по полчаса драться Так что надеемся, что он победит Я не знаю, что он победит Они мне ответили. Но мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, что мы не знаем. Но мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Следующий бой. Шаматов Даниербек, Казахстан. 23 года, 66 кг веса, 187 см рост. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А с синего угла приглашается его соперник. Встречайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот и соперник Даниэрбека Базаров-Фахреддин. Также представляющий Узбекистан, город Корши, 23 года, 66 килограмм, 178 сантиметров рост. У него есть рекорд в ММА. Три победы в трех боях, одна из них одержана нокаутом. Для такого весовой категории очень высокие бойцы оба, примерно одинакового телосложения, я бы сказал, такого грэпплерского. С такими рычагами очень удобно закидывать своему сопернику болевые удушающие, разные ловушки. Вот посмотрим, прав ли я, что это будет борьба в партере, или, может быть, ребята покажут там классные бой в стойке. Итак, дорогие друзья, представляю бойцов данной пары. Справа от меня боец из красного угла, он из города Жизах, Узбекистан. Ему возраст 23 года, рост 180 сантиметров. Приветствуйте! Деньюрбе Шамадала! Справа от меня боец из синего угла, он из города Карши, Узбекистан. Его возраст 23 года, рост 178 сантиметров. Его опыт в боях, три победы, один нокаут по любительской карьере. Приветствуйте! По кредит! Базара! Рефериант заброне Владимир Балат. Полицейские середины, пожали руки. Внимательно слушаем, но и команды права не нарушаем. Головой не бьем, затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову не работаем, коленями в голову работаем только в стойке. За сеткой, перчаткой, шорта не хватает. 30 секунд работаем в партере. Покажите красивый бой. Омад Бога! Так, Шаматов, Даниербек против Фахреддина Базарова. Львиная битва, третий отборочный этап. Мы с вами, дорогие друзья, в Санкт-Петербурге. А четвертый пройдет в Москве. И бой начался. Пытался хайкиком сразу Даниербек открыть бой. Попытка нанести прямой в челюсть. Недал кек, но Фахреддин подхватывает. Видно было, что он немножко таким ударом потрясен. И вот не до конца прошел у него бросок. Даниербек оказался сверху. Наносит несколько мощных ударов, но отдает сейчас ногу. Может пойти болевой. Если Фахреддин получится завалить, но мощнейший удар обрушивается на его голову. Видно, что Базаров буквально выживает сейчас под этими ударами Даниербека. В принципе, все близко к тому, чтобы сейчас бой был остановлен. Но встает, встает Фахреддин. Получает удар коленом. Пытается тоже сразу же гильотину еще до кучи провести у нас Шаматов. И очень похоже на то, что он ее сделает. Пытается, пытается, пытается сейчас вырваться в Фахреддин. Валит его Даниербек, разбитое лицо у Фахреддина. Еще мощные удары. Выдержкой, конечно, Базарова можно позавидовать. Он упорно пытается найти сейчас болевой прием на ногу. Но такое количество ударов страшное. Просто на него сейчас голову обрушилось. Все лицо разбито. Вырвался Даниербек. И у нас, что, закончен раунд? Или закончено время на партер, да? Нужен по-любому врач, поскольку... Поскольку Даниербек очень сильный ущерб получил. Все лицо у него разбито, в крови. Сейчас врач приведет его в порядок. Но пока что Даниербек слушает какие-то наставления от Бека Исаакова. Видимо, Фахреддина приводит в порядок Евгений Грибков. Базаров рвется в бой. Рвется вернуться, несмотря на полученные повреждения. Показываю, что все с ним в порядке. Я думаю, что вернется волевой парень. Столько он, конечно, ударов выдержал. Очень мощных, очень жестких. Но сдаваться не собирается. Молодец. Львиная битва для настоящих львов. Все, готов Фахреддин Базаров вернуться в бой. Даниербек Шаматов ждет его. Да, с ударкой все в порядке у этого парня. Динамит у него в кулаках. Настоящий. И продолжится у нас поединок. Бойцы готовы, время, бой! Фахреддин кидается в атаку. Боу-кик. В обмен идет Даниербек, но получает мощный удар на встречу. Еще и коленом в голову. Тут уже у Фахреддина шанс неплохой. Видно было, что он использовал не только для того, чтобы восстановить эту паузу, но еще для того, чтобы сделать выводы. Он Даниербек его поднимает и бросает на землю. Голова Даниербека зажата, но он легко вырывается. И сейчас снова начнет гвозить своего оппонента этими страшными ударами. Что-то невероятное. Бьет он очень жестко. Голова Даниербека зажата, но удушающий. Пытается выйти Даниербек. В маунте. И завершен. Завершен у нас время в стойке. Ой, извините, время в парте. Базаров буквально истекает кровью, но сдаваться он не намерен. Намерен продолжать биться. И вы знаете, после предыдущей паузы у него был отличный момент. Он очень удачно атаковал, попал с удара. Прихватил своего соперника на удушающий. Прихватил своего соперника на удушающий. Да, что за бой, дорогие друзья. Никто не хочет уступать. И снова, снова Фагридин Базаров у нас возвращается в клетку. Со щитом или на щите? Других вариантов тут нету. Я думаю, что парни заряжены. Шикарный бой. Соперники достойны друг друга. С внутреннего лоу начинает Фагридин. Переводит на корпус. Ну, подхватывает его. Сейчас Даниербек будет бросать. Время. Время закончен. Первый раунд. Ну, сколько он себя вместил. Плюс еще были паузы. Пауза. Куда ты покидаешь? Второй раунд этого напряженного, красочного, зрелищного, жестокого боя. Даниербек Шаматов, Базаров, Фагридин. Зацепил ударом сейчас Фагридин до Даниербека. Тот сразу кидается в корпус. Будет пытаться перевести соперника в партер. Удается ему тейкдаун. Коленом наносит удар в грудь. Это разрешено в партере. Фагридин пытается подобраться к горлу своего оппонента. Но тут сбоку его контролит. Хорошо выбирается наверх. И сейчас опять будет эта атомная бомбардировка, которую мы увидели в первом раунде. Время партера и стекло. Пытался подбежать своего оппонента. Даниербек, но пропустил мощный удар навстречу. Даже пошатнулся. И этот вот тейкдаун был скорее даже спасением. Отдает сейчас шею. Шаматов. Но они дают зафиксировать свой корпус. Хорошо работает сбоку. Опять сейчас будет пытаться пройти гард своего оппонента. Фагридин удерживает его голову, чтобы не дать развить успех. Чтобы не попасть опять под эти мощные удары гвоздящие. Но все-таки его пускает. И опять у нас 30 секунд и стекли. Морально волевых. Фагридин ведет этот бой. Даниербек так оцервенело. Лезет вперед, нарывается опять на удар. Лезет в борьбу. Как бульдозер буквально. Проползает и затаскивает своего соперника в партер. И вот Базаров закрывает его голову в гильотину. И пытается растянуть. И идет он с удушающей. Тяжелая ситуация сейчас для Даниербека. Базаров его поймал и тушит. Да! Вот такой вот финал будет у этого боя, дорогие друзья. Фагридин Базаров дважды отправлявшийся к врачу с разбитым лицом. Все-таки, все-таки находит удушающий прием, которым вырывает победу у своего столь непростого оппонента. Кульминация, так сказать. Шикарный бой, дорогие друзья. Такого никто не ожидал. В этом бою, перехватив инициативу, победу одержал боец из синего угла Фагридин Базаров. Вот поэтому говорят, никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся. Дух превыше всего. Фагридин, слушай, у меня к тебе слово. Бой был тяжелый. Тебе разбили нос. Я думаю, все хотели реально снять с этого боя аж два раза. Но ты все-таки показался у Духа и вышел. Расскажи вообще свои эмоции. И что ты переживаешь сейчас? Саламу алейкум, Ахамагея. Сейчас эмоции вообще большой. Спасибо всем организациям, соперникам. Спасибо. Спасибо за поддержку. Бурхон Аквар. Максиму Стим. Максим Ага. Мой угол не был. Ну, поддержал. Не чувствую, Бурхон. Спасибо всем, кто за меня болел. Всем спасибо. Красавчик. Ну что, мы тебя ждем снова. В следующих боях успеха. Побольше по бойцам такого духа. Ну и также нужно еще подтверждать. Да, мы продолжаем дальше. А мы продолжаем дальше. Весовая категория до 70 килограмм. Красный угол корона. Приглашается бойц Узбекистана. Встречайте. Буранбек. Алфайза. Саламу алейкум хаммага. Мен Алфайз Муратбек. Сурхондария Влияты. Жаркорган туманным. 70 килограмм веста. Буда улаза. Жангым ахчуман. В 2019 году Россия. Петер. Пенополаз. Завут. Жангым. Жангым. Инстаграм. Горуб. Ушу. Ушу. Катнаш. Ушу. 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 Двигаемся дальше. И у нас следующая пара участников в легком весе. Муратбек Алфаизов. Узбекистан. Город Жаркорган. 26 лет. 174 сантиметра роста. 21 сантиметра. А в синий угол октагона приглашается его соперника. Встречайте, Жавлонбек Каримов, Кыргызстан. Как вы хотите, Каримов, Жавлонбек, Кыргызстан, 3,4 килограмма, 3,7 килограмма. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Каримов Жавлонбек Абдумазедович. Я живу. Я живу Здравствуйте, меня зовут Реусов Александр, я являюсь тренером школы боевых и искусств «Комбат». Тренирую направление кикбоксинг, тайский бокс и смешанное единоборство. Один из наших спортсменов, Жавланбек, будет скоро принимать участие в профессиональном поединке. В данный момент занимаемся его подготовкой. Подготовкой мы занимаемся уже приблизительно около месяца, может быть чуть-чуть подольше. До боя осталось еще не более сколько у нас месяцев, осталось около 10 дней, поэтому сейчас делаем грамотную подводку, чтобы он показал максимально качественный результат на турнире. Субтитры делал DimaTorzok Ну и соперником Муратбека станет Каримов Жавланбек, предстоящий Кыргызстан, город Ош, 23 года, 180 сантиметров росту. Международный бой. Напоминаю вам, дорогие друзья, что если вы хотите оказаться на месте этих парней здесь в октагоне, то присылайте свои заявки. Все контакты, необходимые указаны в описании к данному видео. Еще один последний в этом году четвертый отборочный этап состоится в Москве, и у вас еще есть шанс на него попасть. Отправляйте заявку, приезжайте, проходите кассинг. Кто знает, может быть именно вам улыбнется удача, и вы сможете оказаться здесь, на арене львиной битвы. Итак, представляю вам бойцов данной паре. Справа от меня Боис из красного угла, он из города Жар-Курган, город Республика Узбекистан. Возраст 26 лет, рост 174 сантиметров. Приветствуйте, Муранберг Алфальза. А слева от меня Боис из синего угла, он из города Уж, Кырганстан. Возраст 23 года, рост 170 сантиметров. Приветствуйте, Жар-Лунберг Кариба. Рефери в октагоне Владимир Балла. Ну и мы также ожидаем красивого и интересного боя. Боис готов? Этим ребятам есть что доказывать и себе, и сопернику, и зрителям. Начинается поединок. Муранберг сразу же наносит хороший удар. Талсан Живанберг ответит, просвистел апперкот. Сейчас Муранберг вперед сбил его Каримов с ног. Без какой-либо защиты, просто с такими вот размашистыми оплеухами. Алфаизов взрослась на своего оппонента. Пропустил тейкдауну, прихватил шею. Будет ли удушающий? Нет. Удушающий нет, но такой есть классный перевод. Еще один свип. Меняется просто, как в калейдоскопе. Он сейчас в позиции. Ну, Скорпион-то, мне кажется, вряд ли тут пройдет. Хотя пытался, так на ребра воздействует, сейчас Муранберг. Кто знает, кто знает. Вдруг да прокатит. Интересное начало. Никакой тебе разведки. Сразу пошли вперед с ударами. И вот сейчас еще раз напыдаем. Воубое бойцов такая размашистая техника. То есть кто попадет, тот и выиграет, похоже. На колено сейчас нарывается Живанберг. Парни решили не финтить. Просто, чисто. И на всю катушку наносить удары. Очень любопытно. Такими затрещинами пытаются обмениваться. Но сейчас более же главный. Все-таки пришел на прямые удара. Муранберг по-прежнему полагается на свою размашистую ударную технику. При этом, что удары-то жесткие, удары неприятные. Классный бой, я вам скажу. Тут испытывают просто крепость подбородка друг друга парня. Кто первым упадет. Никакой у тебя защиты. Просто удар на удар. Вот это я понимаю. Длинная битва, дорогие друзья. Вы сцепились. Никакой защиты. Просто удар на удар. Блоки лицом. Ну что происходит? Все же, Вланберг пытается сейчас перехватить инициативу. Поджечь своего оппонента. Я реально не понимаю, чем это может кончиться. Но кто-то, по-моему, не должен, кажется, упасть в нокаут. Это ничем другим такая история кончиться не может. Как нашли настолько двух одинаковых соперников, я не знаю. Это матчмейкерам честь и хвала просто. Ну а парни дают жару. Сдет вперед же Вланберг. Размахивается. Наносит удар. Получает такой же удар в Латвии. Это еще один наносит. Никакого тег-клинча. Стоп. Просто парни стоят и обмениваются ударами. Ничего. Просто ничего другого друг другу не предлагают. У кого челюсть прочнее? Ну, круто. Ребята просто рубятся. Без каких-либо изысков. Посмотрим, поменяться ли что-нибудь во втором раунде. Мне бы, если честно говоря, не хотелось бы. Тут и так все хорошо. Хотелось бы понаблюдать, чем бы кончилось это все. Если бы вот бой именно так и продолжился, как в первом раунде он шел. С обменом вот этими громкими оплеухами. Но сейчас более осторожно все-таки оба. Испытали силу ударов друг друга. Пошел вперед же Ванберг. Ну, Ванберг в карман за ударом ответным долго не лезет. Отвечает сразу же. Ну, вот стоило только первому зацепиться. Все, поехали. Что там? Какая там разведка? Какая там защита? Надо просто бить. Вот, Муратберг наносит свой удар же. Ванберг нисколько не потрясен. Ну, хочет лишить пространства своего оппонента сейчас так подрезает углы немножко. Замахивается, замахивается. И сам получает мощный удар навстречу. Пытается отмечать. Пошла у нас сеча. Пошла жара, дорогие друзья. Ну, просто бой вот никого здесь в равнодушном зале не оставляет. Потому что техники практически нету. Есть просто огромное желание победить. Разбито лицо у Муратбека. Мы видим, кровь течет она. Ну, тут просто где-то, кто сейчас первый удар нанесет, полетит сразу в ответ. Вот сто процентов. Без вариантов. Ну, кровь течения сейчас будет делать свое дело. Муратбек просто дышать не сможет нормально. У него нос-то разбит. Соответственно же, Муратбек может на этом немножко сыграть. Дать ему подвумахаться, устать и уже уставшего добить. Хороший удар удается одному и второму. Опять пошла заруба. Никакого клинча. Клинча сразу выскакивает оба. Давай, давай, говорит Муратбек. Иди сюда. Будем биться. Если уж начали, надо идти до конца. Муратбек идет в атаку. Колено от... Колено от Каримова. Это, по-моему, первый клинч у нас за долгое время в этом бою. Хотя видно, что как парни устали. Все, все-таки вынужден, вынужден Владимир Балала прервать бой. Для того, чтобы оказать сейчас врачебную помощь Муратбеку Алфаизову. Ну, я надеюсь, что бой не остановит. Хотелось бы все-таки увидеть его продолжение. Тем более, сейчас ребята наберутся сил. И снова бросятся друг на друга. Евгений Грибков сейчас колдует у нас над Муратбеком. Жилбанбек в это время получает какие-то указания. Пытается продышаться. Набраться сил. При всей своей нетехничности этот бой внушает прям уважение. И огромный интерес вызывает здесь у зрителей. Потому что арни бьются с открытым забралом. А такое всегда зрители радуют. Ну что ж, Муратбек набрался сил. Получает поддержку от зрителей. И снова возвращается на арену. Вот они, настоящие гладиаторы. Львиные битвы. Да, да, да. И львиные сердца в обоих. Оба готовы рубиться. Это классно. Не знаю, кто победит, но победы достойны оба. А между тем раунд закончен. Ждет нас третий. Сейчас парни еще подзарядятся. Заключитель. Будет ли то самое доброе старое рубилово, как и в первых двух? Или что-то поменяется? Все ответы здесь сейчас. Ого, хороший у Шира в корпус. Желанбека. И Каримов рвется вперед. Снова начинается вот этот размен ударами. Да не будет ничего меняться, дорогие друзья. Нет, все. Эти парни будут рубиться просто до конца. Они уже задали рисунок этому бою. Жестокие удары сейчас влетают просто в разбитое лицо Мурадбека. Но он не собирается отступать. Он сейчас будет сам навязывать. И вот, похоже, первая борьба у нас все-таки. Да тут еще есть гильотина. И пытается Мурадбек задушить своего оппонента. Кровь, собственно, кровь заливает ему глаза. Да, это прям старые добрые бои без правил. Какие там смешанные единоборства. Это именно бои без правил, дорогие друзья. Но не удается, не удается сейчас. Сил уже не хватает Мурадбеку. Но и опять же на корпус соперника зафиксируется. За одну ногу ты его не вытянешь. Ищет, ищет, ищет он гард. Ищет гард, чтобы вытащить. Но время истекло. Мурадбек весь в крови. Нужно опять врача. Что за бой, дорогие друзья? Ну, только не надо его останавливать. Тут остается буквально минуты полторы. Так, а у нас тем временем тут произошло такое несанкционирование... несанкционированное врывание секундантов. Ну, они хотели просто обтереть от крови сейчас бойца. В принципе, ничего криминального-то искать не надо. Умышленного в горячке. Просто люди заскочили в клетку. Эх, конечно, вот эти остановки немного мешают. Сбивают они бой. Хороший накал, хорошая такая динамика. Вот эти обмены ударами. К сожалению, технические паузы. Но необходимо бойца провести их чувство. Ну что ж, снова у нас пластырь в деле. Будем надеяться, что он продержится до конца боя. Тем более, что осталось совсем немного. И Муратбек в очередной раз выйдет в клетку. Заряжается он. Заряжает зал. Ребят, давайте пошубим. Это просто нереально мощный бой. Отличный дух. Соглашусь, соглашусь с Александром. Бой просто нереальный. Побольше бы таких на самом деле. Ну, это львиная битва. КПММА номер один в Узбекистане проект. Удар в пах. Ну, так до встречи получилось. Пытался бить лоу. Неужели бойца-таки поддерживаются все три раунда оба? С таким количеством ударов в голову, что одного, что второго. Хорошая вертушка, но по воздуху. Сразу мидлкик. Ну, позавиделся же в ламбек. Пытался Бахвистов нанести удар. Муралбек его сразу же ловит. Хороший удар в челюсть прошел. И два берсерка просто рубятся. Все в крови. Ну, где же? Финальная атака. Да, же Муралбеку удается. Мощный удар. Опять в разбитый нос до в рамбек. Он просто брошивает несколько ударов. Тут снова весь в крови. Улыбается. Что творится, дорогие друзья? Два хищника, покрытых кровью. Бьются изо всех сил. И бой... Да, все-таки бой завершен. Не знаю, не знаю, кому отдалит судьи сейчас предпочтение. Это вот сумасшествие было. Оба красавцы. Я бы даже... Я бы дал ничью, дорогие друзья. Просто вот за то, что оба проявили такой характер. Как мы часто любим говорить. Мощный бой был. Показали такую красоту. Обоим огромный респект. Посмотрим, что скажут судьи. Ну что, в этом бою, просто в этом кровавом бою, очень интересном, победу одержит боец из синего угла. Но победитель все-таки определен. Джаланбек Карымов из Кыргызстана становится победителем. А я бы еще и реванш посмотрел бы с удовольствием. Вот это мощь. Слушай, вообще красавчик. Слушай, ну давай, давай. Куда получим? Мясо. Мясо, да. Вот ты рубку закатил. Расскажи, как это, каково это вот-вот все. Это пережитель, это все устройство. Асаламокин всем, кто меня ждал. Молодец, ждем подобные бои. Вот так вот. Позови. Ну что, дорогие друзья, перед тем, как мы начнем, я хочу сюда, в этот октагон, пригласить нашего почетного гостя. Артиста, гейшеменщиков. Будьте добры. Мы вас приглашаем сюда. У нас звезды. Да, у нас звезды сегодня. Приветствую. Приветствую. У нас сразу вопрос к вам. Расскажите вообще, каково вот впечатление. Это не кино. Это все по-настоящему. Это настоящие бои. Добрый вечер, много уважаемые, много-много уважаемые друзья. Вас приветствует Геша Меньшиков. Лучшее киномясо в Санкт-Петербурге. Умер я на экране порядка сорока раз. Поэтому мне не совсем страшно. Я горд. И мне прям просто вот распирает меня, что меня пустили в этот кровавый пид в ринг. Я хочу поприветствовать всех, потому что мы сейчас посмотрели то зрелище, ради чего мужчины живут полноценной, нормальной жизнью. Ради чего мужчины даже там, скажем, в 50 лет делают какие-то поступки. Поэтому я приветствую вас. Я приветствую в этом зале женщин. Я поздравляю вас с прошедшими праздниками. И то, что вы здесь, леди, и то, что вы подруги, и то, что вы поддерживаете своих мужчин. Просто вам респект и уважение. Спасибо за бой. Спасибо за вечер. Я думаю, что вот уже на данный момент... На данный момент львиная схватка-3 настолько удалась. Я хочу поблагодарить Рустама Рахмонова, который стоит во главе вот всего вот этого. Я хочу сказать, что вечер удался, и он и продолжается. И всем хорошего настроения, всем хороших боев. Сейчас эти два бойца я еще буду до утра ночью вот так как бы дергаться. Это было... это было респект. Это было очень круто. Все. Доброго вечера, друзья. Вам тоже спасибо. Очень радостно за то, что вы с нами. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Это был Кеша Меншиков. Ваши аплодисменты еще раз, дорогие друзья. Мы переходим к нашей следующей паре. Весовой категории до 77 килограмм. И в красный угол октагона приглашается боец Узбекистана. Встречайте, Ислам и Бадулаев! Всем салам алейкум. Меня зовут Ислам. Мне 20 лет. Я родился в Узбекистане, город Хорезом. Но по нации я Карачаев. В детстве занимался спортом. Сначала боксом, потом футболом, потом карате. Выступал по любителям. Несколько раз становился чемпионом Узбекистана. Приехал в Питер тренироваться, работать. В Питере я приехал в 19-м году. Начал тренироваться. До этого я жил в Карачаево-Черкесии. Там занимался. Потом в Питер приехал, начал тренироваться. Устроился в работу. Работаю поваром в Токио-Сити. Ислам один из лучших воспитанников нашего клуба. Я тренер по боксу. Желаю ему удачного выступления. Проявить волю в бою. Показать все свое мастерство, потому что мы готовились. Я думаю, что он сможет победить и выступит удачно. Желаю ему успеха, только успеха. И никогда не сдаваться. Спасибо. Насчет соперника могу сказать. Хороший борец. Пожелаю ему удачи в бою. Пусть сильнейший в игре. В этот промоушен я попал благодаря своему другу. Он сообщил мне, он сам выступал. Вы его хорошо знаете. Мне сказали. Ну, я где-то два месяца не тренировался. Вышел в коротком уведомлении. Лига называется Шердар Джанги. Бои Львов. Так что Лев здесь. Готов к бою. Всем желаю удачи бойцам. Главное, без травм. Все обойдется хорошо. Львиная битва. Третий отборочный этап в самом разгаре, дорогие друзья. Следующая пара бойцов. Ислам и Бадулаев из города Ургенч, Узбекистан. 20-летний боец. Это весовая категория до 77 килограмм. Здесь уже большой вес, но хорошие скорости. Соответственно, мы ожидаем очень мощную рубку. 175 сантиметров роста. Вроде как профессиональный дебют. Но, как мы знаем, иные дебютанты могут драться подлеще любых профиков. А с синего у нас встречает него соперника из России. Шанель Гусейнов. И мы конкурчаем за Гусейнов Шамиль. Россия, Каспич. Игрима учет. Есть, месяц и килограмм. Игрима учет. Он тренируется уже год от моих руководствов. Хороший ударник. Неплохой ударник. Хороший борец. В будущем бою желаю ему удачи. Всех благ. Идем за победой. Проехал сюда, в Питер. Обговорить насчет контракта М1. Через месяц. Ишуа уже должны. Обговорил нормально. Все прошло. И как раз другу, своему Шамилю. Гусейнову тоже помог. Насчет боя у него сейчас 23-й. Часобой с боксером, что ли, каким-то. В общем, все нормально прошло. Сейчас вот жду контракта и все. Здесь команда тоже называется ХА. Насчет моих друзей, которые сейчас в тяжелом положении. Ишуа, я думаю, скоро все наладится на своих местах. Саим Салам Алейкум. Скоро увидимся везде. Меня зовут Шамиль. Фамилия моя Гусейнов. Я выступаю за клуб Фицепс, так называется. Это такой большой, в Горелого. Торговый комплекс спортивный. И за этот клуб сейчас будет... Тут команда бойцовская создалась. Называется ХА. ХА и Дольщикабана. Я в честь наших друзей Гусейна и Адама. У них сейчас тяжелое положение. Но, иншалла, по улице вышло, все будет хорошо. И вот на данный момент уже на турнире Рустама Рахмонова я буду драться. У меня соперник тоже очень серьезный. Как я слышал, профессиональный боксер. Но кто бы там ни был, иншалла, я 3000 долларов заберу и по всем пройдусь. На свой вес имеется в виду. И хочу, конечно, большое спасибо сказать хозяину этого Фицепса Александру. Мухаммаду за все то, что помогает. И Андрею Серебрякову. Ну и, конечно же, моему тренеру. И Нусу, как говорится. И Саня, менеджер. Надеюсь, ты побольше боев будешь делать. И мне, и как бы моему брату, короче, этим словом. Что команда Хусейна там бомбила конкретно. И соперником Ислама Ибадулаева станет Хусейнов Шамиль из города Каспийск, Россия. 23 года, 77 килограмм вес, 176 сантиметров рост. ДИНАМИЧью. ИНТРИМ Итак, дорогие друзья, представляю вам бойцов данной пары. Справа от меня боец из красного угла. Он из города Ургенч, Узбекистан. У него возраст 20 лет, рост 185 см. Приветствуйте, Ислан Ибануллаев! А слева от меня боец, представляющий команду Arlov Team, который тренируется под руководством тренера Юнуса. Он из города Каспийск, Россия. Его возраст 23 года, рост 176 см. Приветствуйте, Шарик Гусейна! Рефери в октагоне Бек Исакнов. Смена рефери. Рефери в октагоне Владимир Бала. Бойцы, на середину. Нажали руки. Внимательно слушаем. Моей команды право не нарушаем. Голову не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Лотями в голову не работаем. Коленом в голову работаем только в стойке. За сеткой, перчаткой шорта не хватаем. 30 секунд партер работаем. Покажите красивый бой. Делай шубу! Ну что, даем шубу! Итак, Ибадулаев Ислам из Узбекистана против Шамиля Гусейнова из России. Ожидаем хороший, интересный бой. Фронткиком начинает Шамиль. Ислам пока спокойно выцеливает своего оппонента. Наносит хороший, мощный удар. Лоу. С ударами Шамиль нарывается. Сейчас опять на вот этот прямой удар в голову. Переходит в борьбу. Вырывает буквально на силе своего оппонента. Бросает его. Забирается в маунт. Начинает обрабатывать голову своего соперника ударами. Все. И сдается. И сдается. Исламу Голуваев сдается. Шамиль Гусейнов одерживает быструю победу. Один бросок и добивание. И дело сделано. Ну что, дорогие друзья, в первом раунде техническим нокаутом победу одержал боец из России. Гусейнов! Шамиль! Космись! Орлов! Тит! Нормально. Братка, скажи про соперника. Почему так получилось? Хорошо. Шамиль? Шамиль, Шамиль, Шамиль. Ну что, мы хотим тебя поздравить с уверенной победой. Тебе даю слово на право победить. Всех приветствую. Я хочу сказать, что это победа только от Всевышнего. У меня много преград было, чтобы сняться. Аллаху Акпар! Все победы, все благодаря Всевышнему. Я сюда зашел, я не знал, что, как будет и так далее. Я вот до весногонки, я чуть не умер реально. Из-за вот такой тяжелой весногонки. Ну а до конца пошел, потому что, как бы, результат только за Всевышнего. Я хочу сказать спасибо огромное своему тренеру, своей команде. Александру Николаевичу. Пиццепс. Клуб. Он очень сильно развивается. В Горелово. Иншаллах, после вот этого боя уже, Нажмеддин. Иншаллах, ты нам бои нормальные сделаешь. Спасибо тебе большое за поддержку. Хаджаев, Нажмеддин. Что я не вижу, я? Баркала, брат, и Александру Орлову тоже самое. Баркала. Самое сильное, я хочу сказать, я эту победу своему отцу посвящаю. И я думаю, отец гордится мною. Дальше, больше, я до конца пойду. Уверенно. Устала? Да, подойдет. А, подойдет? Уверенно косуешь. Уверенно. Иншаллах, по улице высшего, я выиграю его тоже. Просто ждите меня. Кто бы ни был на моем пути, иншаллах, я выиграю. Давай, брат, железный биток. Давай, все успокоится. Я успокоенный. Ну что, боишься, все? Я, я не боюсь никого. Страт, я выиграю. Я, я в твоем голове, брат, я в твоем голове. Бред, 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 все. Я не боюсь, я не боюсь, я выиграю сегодня бой. Ты, вот я, у меня голове нету. И планов нету. Все, брат, давай, сделай. Все. Бой будет. Бой, железный. Просто стердаун. Сейшем турнире. Нормально. Красавчики. Удачи вам. Это чисто спортивный интерес. Не больше. Ну что, еще один, мне кажется, хайповый и слезный бой будет. Очень интересно будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...